Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! Меня зовут Светлана, и вы на моем канале Сад Света Светланы. Сегодня я вам хочу показать опоры под клематисы, под плетистые розы, которые есть у нас на участке. И которые оператор создал своими собственными руками. Он у нас деревянных рук, деревянных дел мастер. Деревянных рук, да. Вот как раз мы сейчас стоим, смотрите, плетистая роза, она как раз на такой опоре. Может быть... Ты птичку спугал. Ой-ой-ой-ой, да, у нас в этой тойке, друзья, у нас в этой тойке гнездышко свели птички. Будем осторожными. Ну, давайте ближе к делу. Вот, посмотрите, здесь у меня плетистая роза. С этой стороны клематис, вот уже готовится к распуску. И с этой стороны тоже клематис. Они еще молодые, но впоследствии они оплетут вот эту опору. Вот смотрите, какая она красиво очень смотрится. Кроме того, у нас в саду, если вы обратили внимание, кто давно уже на моем канале, у меня очень много деревянных изделий. И все это очень гармонично вписывается именно в дизайн нашего сада. Ну и вот на пути к нашей следующей опоре мы проходим еще одно творение. Это вот такой заборчик у нас. Видите, какой? И в кадр попадают разные изделия деревянные, которые вписываются гармонично в весь наш сад. И, впрочем, я хочу сказать, что мы приверженцы того, чтобы у нас больше было деревянных изделий в саду. Если кого заинтересует, из чего и как мы это все делали. Вот смотрите, это планки 40 на 20. Схему этой конструкции Вадик нашел в интернете. И уже подогнал под свои размеры. Потому что, конечно, размеры, по-моему, совершенно другие были. Да, почти, чуть-чуть. А мы смотрели, чтобы это вписывалось в ширину этого места. Ну и так, чтобы и роза расположилась, и ей было комфортно. Здесь вот у меня посадила я плетистую розу по центру розы Хендель. А с правой стороны у меня клематис растет. Итак, друзья, схема у нас была, по которой Вадик все это сделал. Нарезал планочки и обработал всю эту конструкцию. Прежде чем собрать, он все планки обработал топ лазурью. Белинка топ лазурь. И вот смотрите, обрабатывал, делал он эту конструкцию 4 года назад. Ну, конечно, уже можно ее обновить. Но, впрочем, я хочу сказать, что... Не конструкцию, а подкрасить. Подкрасить, да. Еще она хорошо себя ведет, нормально, учитывая, что она на прямом солнце находится. Ну, я не знаю, в этом году, наверное, мы не будем красить, а в следующем мы ее обновим. И еще немаловажная деталь, как она у нас закреплена в землю. На чем она у нас стоит. Вот подойди, пожалуйста, поближе, покажи свое творение, как ты это делал. Вот смотрите, здесь у нас уголки. Это надо с этой стороны, наверное, показывать. Уголок, который в землю сантиметров на 60. И к уголку прикреплена вот эта деревянная... Как сказать правильно? Брусок. Деревянный брусок, который... Вот их раз, два, три, четыре. Они держат всю конструкцию. Четыре уголка. Которые заходят в землю на 60 сантиметров. Она стоит прочно. Нигде не прикреплена. Вот я шатаю, смотрите, вообще. Очень хорошо, прочно стоит. Ничего ты не бетонировал, ни... Ничего. Просто уголок забил и все. Просто уголок забил. Ну, а вот с этой стороны, может, ты подойдешь, покажешь, как это все. Сделано это для того, друзья, чтобы, конечно, не гнила нижняя часть этой опоры. Ну, и вот у нас здесь забор. Видите, такая глухая стена. Мы ее покрасили, потому что, конечно, серого цвета было не очень так... Вписывалась в зелень и красоту нашего сада. И пошли мы еще дальше. Мы решили сделать опоры под ежевику. Они немножко другие. Это уже Вадик сам придумал конструкцию. Ну, принцип тот же. Деревянный. На таких же металлических уголках в землю они уходят. Я, конечно, думала, что ежевика у меня пойдет вверх. Но, видите, она такая среднего роста. И она не заполняет полностью всю эту опору, а только доходит до середины опоры. Вот подвязываем мы ее. Ну, вот, друзья, смотрите. Может быть, кому-то пригодится и наш опыт. Кто-то может ищет, как ему подвязать или как украсить, возможно, какой-то участок забора на своей даче или в своем доме. Вот такие опоры нам нравятся. Красиво смотрятся, эстетично. И если кому нравится на нашем канале, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш канал. Ну, и вот, друзья, как раз по поводу экспериментов и вдохновения. На даче или в своем доме, когда вы в летнее время сидите за столом, самая большая проблема – это то, что салфетки у нас улетают. И вот Вадик думал над этим, думал. И решил придумать и создать чудо-салфетницу. Подсмотрел в интернете. Не моя идея. В интернете он не смотрел сразу. Ну, самое главное, что воплотить это в жизнь, правильно? Потому что многие из нас смотрят в интернете ролики, как кино, а не все воплощают в жизнь. А вот я хочу сказать, что это действительно здорово, потому что без салфеток никак, а ловить их никто не хочет. Вот сейчас он на ваших глазах собирает всю эту конструкцию и покажет, как она работает. Вот, Вадик, сейчас, не сейчас, а вчера. Это, кстати, три дня лили дожди, и вот они как раз подвигли на создание такого чуда. Полностью обработал ты всю эту конструкцию, но не успел... Ну, покрасим в следующий раз. Не успел покрасить, но мы расскажем, чем он будет красить, расскажем, как это будет выглядеть, потому что у нас еще после этого чуда есть еще одно чудо-изобретение. Вот смотрите, как красиво выглядит она. Я могу представить, как она будет в покрашенном состоянии выглядеть. И сейчас покажем, как она работает. Чудо-салфетница. Вот смотрите, дует ветер, ураган, шторм. А у вас салфеточки лежат. Достали одну, воспользовались, достали вторую, воспользовались. Смотрите, он как пресс работает, правильно? Он прижимает. А тут, что важно в этой конструкции? Чтобы, ну, достаточно была тяжеленькая. Ну, вот эта часть тяжеленькая и ходила свободно. И можно ее переносить в любую часть стола. Вот, смотрите. Вот. Замечательно. Мне очень нравится. Сейчас к нам приедут дети. Я думаю, что им тоже очень понравится, что теперь... Вот. Я думаю, что внученька наша вообще будет в полном изумлении. Ну, и, друзья, вечером или днем сели вы за столом. И нет у вас ноутбука или планшета, а есть только телефон. И хочется вам что-нибудь посмотреть. Вот, смотрите, какое изобретение сделал Вадик. Так, вот. Это подставка под телефон. В любом месте поставили. Смотрите. Какая прелесть. А, за телефоном ты сделал что? Покажи, как она вообще. Вот разложи ее. Покажи, как она устроена, эта конструкция. Да ничего, просто две доски на рояльные петли. Так. Подставочка под телефон. А вот эта черная штучка. А у меня просто в машине магнит, и я здесь тоже магнитик сделал, чтобы телефон был более надежно стоял. И ты, по-моему, очень долго вымерял высоту. Ну, то есть, сделал так, чтобы удобно было... Ну, это индивидуально под каждого человека. Под глаз, под глаз, да. Вот эту часть делаешь. А, ну, хотя, в принципе, ее можно подвижной было сделать под любого человека. Ну, это уже сами думайте. Ну, вот, друзья, видите, какое у меня чудо деревянных дел-мастер. Я думаю, что, может быть, кому-то действительно и эти поделки моего мужа будут полезны. И вот кто-то вдохновится и сделает у себя такое же. Друзья, создавайте красивое место жительства для ваших красивых растений. Экспериментируйте. Воплощайте свои идеи в жизнь. Ну, а я, как всегда, желаю вам вдохновения во всех ваших начинаниях. Всем желаю всего самого хорошего. Увидимся на моем канале. Пока-пока.